Субтитры делал DimaTorzok Концепцию Я хочу именно обсудить, какой эффект от этого сайта дает То есть трастовость, я доверяю или не доверяю Вот такое, наверное, могу резюмировать, что я хочу про этот сайт сказать Но если сказать вначале, вот первое, мне очень понравился дизайн первого экрана этого Да, вот это То есть я как дизайнер, как человек с высшим дизайнерским образованием, вот мне прям легло То есть прикольные стулья, очень грамотная фотография, хорошо подобранный шрифт То есть вот мне легло, желтый и черный, да, мне вот понравилось Дальше, конечно, у меня пошли нарекания Но может быть ты еще дальше что-то похватишь, скажешь, что хорошо? Да, ну опять же, давай давай сразу наши правила, которые мы хотим в каждом видео доносить Если вы смотрите это видео первыми, то первый раз, да, и начинаете смотреть нашу передачу именно с этого видео То смотрите, мы анализируем сайты, мы анализируем e-mail рассылки, продающие лендинги и так далее Но мы не анализируем сам бизнес, то есть хороший, нехороший бизнесмен Качество товара Хорошие, нехорошие качества товара И, соответственно, то же самое не гарантируем, что если мы это анализируем, это суперский бизнес Но если мы хвалим текст или сайт, то это не значит, что это хороший товар И, соответственно, наоборот, если мы ругаем, то это не значит, что этот продукт отвратительного качества Эти вещи никак не взаимосвязаны, по крайней мере, на наших передачах Да, но что мы делаем? Мы анализируем тексты, мы анализируем картинки, мы анализируем видео на эффект Продает, не продает И самое главное Кому продает? Да, кому продали? Самое главное, можете ли вы это скопировать, эту идею и внедрить у себя в бизнесе. Вот, собственно, и все, для чего, какой цель. То есть мы смотрим текст и копируем, и говорим, вот этот скопируем, а этот не копируем. Если не копируем, то почему? Объясняем. И если копируем, то тоже объясняем почему. В общем, что на первом мы можем скопировать? Дизайн сайта сделан крутой. Поэтому идея вкладывать силы и время в хороший дизайн, в шрифты обязательно. То есть создание брендов, создание торговой марки для бизнеса вкладывать необходимо. Двигаемся дальше по сайту. То есть у нас здесь стулья идут, очень красиво, все картинки сделаны качественно. Все это говорит о том, что сайт дорогой, потрачено много времени в него, и здесь имеет смысл заказывать, имеет смысл работать. Дальше идут отзывы, причем отзывы непонятно о чем, о товарах, либо давай посмотрим, что за полтора дня доставки барных стульев в Ростов-на-Дону. То есть отзывов по компании не понравилось. Мой дизайнерский стул Изма перешел в Пермь за неделю, с момента оплаты на сайте. Купил в этом магазине три стула, бла-бла-бла. Ну то есть это отзыв про магазин. Поэтому я бы здесь, наверное, написал бы отзыв, что говорят клиенты про нас. Да, вот как-то, ну не отзывы. Я слово отзывы тоже не люблю, само по себе. То есть, да, либо результаты наших клиентов, либо мнения наших клиентов, либо слова по ходам. О, смотри, смотри, комплекты, и он всего лишь один. Да, ну да, к сожалению, один. Ну в общем, само просто слово отзывы. Сами отзывы, мы будем надеяться, что... Настоящий. И настоящий, и то, что... Похоже на настоящий, да? Стуле выглядит так же, как на фото, вписались в интервью, доставили. Ну не знаю, может выглядеть что-то как ненастоящий. Но Яндекс.Маркетинг, вот это, даже если они не настоящие... Если Яндекс.Маркетинг... Ну а как Яндекс.Маркетинг? Да, как, заказал кому-нибудь, то сделал. Ну не важно, тут смысл такой, что если Яндекс, если даже он не настоящий, то здесь есть такая небольшая гарантия в виде звезд, что это не просто они сами написали, а это написали люди на Яндекс.Маркетинг. И это то, что нужно скопировать, да? То есть это классная идея, и это трастовость, сразу доверяется, что это не мы сами придумали, а это Яндекс.Маркетинг. А у Яндекс.Маркетинг есть своя проверка этих всех комментариев. То есть если даже это ненастоящий, то, скорее всего, сделано очень круто. Ну я думаю, что настоящий, потому что бизнес выглядит очень хорошо. Так, наши преимущества, то есть прописанные преимущества, выглядит нормально, единственное, что, конечно, я бы почетче и побольше сделал. Ну давай почитаем, что тут наша бесплатная доставка, хорошо, все товары в наличии, это преимущество, потому что для многих интернет-магазинах, у них они там перезаказывают, перепокупают, это крутое преимущество. Покупка без регистрации на сайте. Вот для меня это важно, для меня это преимущество. Да, ненавижу регистрироваться на сайтах и всегда бесит, когда мне не дают купить без регистрации. Я говорю, ну, до свидания, куплю друг друга на месте. Ну, то есть для кого-то, для меня, да. Ну мне просто лень это делать. Нет, у меня есть друг, тоже бизнесмен, который, наверное, такие же вещи мне говорил, что я ненавижу, когда нужно регистрироваться и так далее. Дело не в том, что там мои какие-то данные куда-то, я уже понимаю, что стоит один раз выехать за границу, все мои данные уже, наверное, везде, где только можно, или еще что-то, да. И не первый раз я оставляю, просто устаешь делать одни и те же действия каждый раз. И, в общем-то, ну, просто это, даже если регистрация занимает всего полминуты, ну, я не знаю, это просто какое-то внутреннее сопротивление. Нет, согласен, согласен. То есть мне проще просто достать карточку, нажать кнопочку купить, ввести номер карты, там, да, оформить заказ и все. Ну, то есть зачем лишнее ввести? Да, согласен. Если вы скажете, ой-ой, мы хотим получать e-mail, e-mail рассылка делается за счет других вещей, поэтому не только при покупке нужно регистрация, но, в принципе, можно придумать разные фишки, но не об этом сейчас. Оптовые скидки, отстройка сразу. Я считаю, что нет, 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 тут как раз, знаешь, такой момент, что как бы сразу разделить бы аватаров розницы и оптовые. Знаешь, я боюсь, что вот именно вот это оптовики не сразу заметят, а это могло быть для них очень большим и значимым преимуществом. Знаешь, оно скромненько в уголке, в разделе там наше преимущество. Я бы писала группу «Наши преимущества для розницы», «Наши преимущества для оптовиков». Ну да, можно разделить, да. Но одно преимущество для оптовой скидки маловато, надо еще придумать какие-то… Да, действительно. То есть, если интересно, узнаете подробнее, то есть, действительно, что если интересно, но, не знаю, я бы, может быть, сделала два каких-то раздела, то есть в розницу и оптовые. Напишите нам, ну-ка, что покажете. Ну да, имейл, ну да, ну хорошо. Хорошо, что нажимаем. При нажатии кнопочки не переводится на другую страницу, это очень хорошо. Подробнее доставки. А вот подробнее доставки нас уводят. Очень плохо. Очень плохо. Ну, давай, подробнее доставки. Просто переводим на другую страницу. Не все, да, плохо. Надо оставлять здесь же также. Так, дальше. Наши клиенты бомбовские, потому что Россия Первый Канал. Все здесь компании, которые с хорошими… Это красиво сделано, да. С хорошими. Ну, во-первых, и логотипы у всех компаний достаточно хорошие. Что говорит уже об уровне компании. Да. Не все разбираются в дизайне, поэтому… Не, ну, Россия Первый Канал – это уже сразу уровень. Поэтому, если у вас даже купила, если у вас даже купила, там, я не знаю, Россия Первый Канал, какой-нибудь дочерняя компания, чего-нибудь, одну пуговицу, смело ставьте их логотип, потому что это реально вас отстроит от конкурентов. Понятно, что налепить сюда компанию, там, Сникерс, Марс и все. Да, нужно, чтобы была правда, и вы смогли это подтвердить. Поэтому, поэтому таким образом. Хорошо. В общем, что у нас? Что у нас дальше? Дальше идет текст, который убивает все, что было хорошего наверху. Ну, здесь есть одна единственная надежда, что никто не читает. И это, как бы, такой… Но это очень опрометчиво уповать на то, что это никто читать не будет. Текст надо переписывать полностью. Вопрос, да, если это никто не читает, то зачем этот текст? Первый вопрос. Если это кто читает, то что должно быть? Мы продавать или, соответственно, не продавать? Этот текст, ну, то, что не продает, более того, я считаю, что в некоторых случаях он может даже испортить продажи и отпугнуть тех, кто вроде как бы уже думал купить. Ну, давай, хотя бы такие самые… Ну, что, самое, что вообще убило, это нам не важно, где вы живете. Ну, может быть, вообще не важно, какую я у вас или нет. Да, нам не важно, где вы живете, а дальше могу продлить, нам не важно, кто вы, что вы и как вы. Просто человек, прочитав эту фразу, гораздо быстрее додумает в голове, у него гораздо быстрее возникнут какие-то ощущения, что он не нужен, ему тут не рады, он не важен. Сам он. То есть не буду дочитывать, что не важно, что там, где вы живете или там какой у вас достаток, доход или еще что-то. Понимаешь? Само просто слово, что нам не важно, читается как вы нам не важны, не нужны и все. До свидания. Понимаешь, это вот первое, это просто вот убило, когда я увидела эту фразу. Вообще, сам текст, что здесь еще совсем плохо, это я подход в тексте, да, то есть мы все любим о себе рассказывать много и с удовольствием мы это делаем, да, но это плохо для продаж. Все-таки в таких текстах нужно говорить с позиции вы. То есть с позиции клиента. Вы получите, да, для вас то-то, для вас все-то, для вас вот это. То есть даже очень часто мне задают вопрос, ну как написать, что мы на рынке с такого-то года. Это очень легко обходится, просто можно написать, что более такого-то количества наших довольных клиентов работают с нами с такого-то года. Понимаешь, то есть, ну не я, а то есть через кого-то, через третье лицо, через своих клиентов. Здесь просто я, 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 то есть мы, наши компании там и так далее. Мы работаем для того, чтобы давать яркости вашу повседневную реальность. Меня эта фраза вот вообще всегда убивает, вот, ну заведомо, вот, ну вы работаете для того, чтобы зарабатывать денег. Заработать бабло, да. Ну, ребята, давайте, да, будем честно, то есть, ну, любой бизнес, он для того, чтобы заработать денег. Ну, не любой бизнес, они согласны, просто эта фраза, когда здесь написано ни о чем, говорит о том, что они просто хотят денег заработать. То есть, потому что люди просто написали какие-то несколько красивых слов, которые нереально не подумали над этим, понимаешь? Ну, то есть, не то, что все бизнесы, не все бизнесы работают ради денег. Все бизнесы работают ради денег и еще что-то. Да все, что хочешь, может быть, от того, чтобы быть значимым, от того, чтобы у тебя было большое, много подчиненных, у тебя была самореализация. Куча вариантов, для чего работают люди, не только ради денег, понимаешь? И деньги, и деньги сами же это средства для чего-то, поэтому нет. Но здесь-то четко видно, что они ничего такого в бизнес не вкладывали, кроме как заработать денег. Вот, собственно, и все. Этой фразой. А может быть, они чего-то другого тоже вкладывают, ну, понимаешь? Мы работаем для того, чтобы доставить яркости в вашу повседневную реальность. Елки-волки. Ну, ладно, хорошо. Ну, просто это, нет, говорит о чем? Что они, ну, то есть, люди это могут воспринять как? Что, откуда вы знаете, что моя повседневная реальность серая? Да, сами вы серые. Ну, то есть, у меня и так ярко. Я живу на Самуи, у меня вокруг там куча цветов, все яркое, сочное зелье и так далее. Да, и зачем вы тогда мне нужны? То есть, у меня яркая повседневность. Да, да, да. Я просто, ну, это уже может быть мое личное, что тех, у кого серая реальность, вряд ли заинтересуют стулья. То есть, это не волшебная таблетка от серой реальности купить один, два или даже двадцать стулья. Ну, вообще, смысл, давай еще раз резюмю, это копировать, естественно, ничего не да. Смотря опять, да, иногда, когда чешется нос, это просто чешется нос. А не то, что ты обманываешь кого-то, да? Хорошо, так, 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 из этого вообще что-то можно скопировать? Ничего, да, такое? Я говорю, что скопировать здесь я не вижу. Я могу дать прямо сейчас несколько советов, которые кардинально улучшат текст, и я думаю, что поднимут конверсию сайта. Ну, во-первых, здесь говорится о том, что этот магазин продает стулья, да, в ассортименте стулья и столы, выполненные по эскизам знаменитых дизайнеров прошлого века. Блин, ребята, ну это же круто. Все. Все, значит, потом допишем. Когда? Ну, в следующий раз начнем с этого, со стульев. А вообще лучше ты ему отправь это видео, пусть он заинтересуется, мы ему продадим мою консультацию за деньги. А под видео так и напишем. Опс, а дальше советы стоят 500 рублей за совет. Не честно, не честно. Ну, почему не честно? Давай здесь допишем, если здесь идет, я говорю, и, может быть, я отсюда кусочек. Ну, давай, в общем, когда мы отсюда кусок... Ну, смотри, ну да, здесь классная идея, то, что именно по эскизам знаменитых дизайнеров прошлого века, да, это круто, это очень большой пласт людей, которым действительно приятно иметь такую мебель. Ну, вынесите это на первый план. Скажите об этом хромко, чтобы все об этом услышали. Плюс поддержку. Помнишь, когда я тебя просила, открой мне стул, да, вот в описании стульев я этого не увидела. Маленький текст к каждому стулу, чтобы четко было выражено, какой дизайнер, когда, из какой коллекции, туда-сюда, пятый-десятый, точные копии, там, трали-вали и так далее. Понимаешь, это будет очень большим преимуществом. Они его скомкали и спрятали, не понимаю, почему. Ну, я сразу, да, это да. Понимаешь, то есть вот именно вот это вот то, что вот эти коллекции, то, что вот это, вот это и вот это, все, что здесь написано, это бред. Хорошо, давай, двигаемся дальше. У нас. История о... У нас. Ну, то же самое, о компании. Фотка ни о чем. То есть на этой фотке... Ну, фотка показана... Нет, фотка о чем, потому что фотка показана, что товар действительно их, что это их помещение, что они... Ну, я вижу здесь коробки, я не вижу, что это их помещение или магазин или еще что-то. Ну, у меня, по крайней мере, ассоциация такая, что... У меня нет такой ассоциации, понимаешь? Поэтому надо здесь фоткать коробкой, но на фоне коробок сесть тут всем или всем сотрудникам и пригласить друзей, знакомых, ходить в одинаковые майки, чтобы все стояли шариками там или что-то такое. Значит, смотри, да, классное преимущество о том, что заказывают инспекцию и сертификацию перед отправкой, да, из стран-производителей. Тогда, значит, надо здесь снять видео человека, который сидит за компьютером и снимает, и как он это проделает, и показывает эту инспекцию и так далее, и так далее. Ну, вот, кстати, все фотографии, представленные в каталоге, мы делаем сами. Молодцы, поздравляем. Молодцы, поздравляем. Но почему-то предпочтительнее, если бы это делал профессиональный фотограф. Не, ну, здесь имеется в виду, да, что... Это шаблон, это стереотип, который разрушать себе дороже, понимаешь? Бывают стереотипы, которые на другое... Нет, 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 они здесь имеются в виду, что они не стырили это с фотобанка и... Ну, тогда поясните. Я воспринимаю буквально, как вижу, так и читаю. Мы делаем сами. У меня первый вопрос на мыльницу, что ли? Что, нет денег заказать там фотографа или еще что-то? Ну, тогда и пишите, что все фотографии наши из реально представленного ассортимента. Все фотографии наши сделаны профессионально. Все фотографии наши заказаны у профессионального фотографа. И именно этих товаров, которые мы продаем. Да, да, да. Чередниченко, Антон Владимирович, бла-бла-бла-бла-бла. Ну, во-первых, сайт выглядит гораздо больше и серьезнее. И номер 8800 и так далее, и так далее. Это гораздо выше, чем ИП. Поэтому лучше эту информацию вот так в открытом виде не показывать. Но, чтобы на первом сайте лучше здесь написать наши реквизиты. Реквизиты нужны будут людям, только те, которым нужны реквизиты. А написав ИП, люди могут видеть, и даже те, которым реквизиты нужны. Не захотят работать с индивидуальным предпринимателем? Нет, нет, я имею в виду, что индивидуальный предприниматель – это не тот масштаб, который создается этим сайтом. Поэтому индивидуальный предприниматель, если реквизиты… Индивидуальный предприниматель по закону имеет право нанимать там, чтобы поставить человек. Я страшно знаю, чего может делать индивидуальный предприниматель из больших бизнесов. Но как с точки зрения отстраивания… Идеальный предприниматель и ассоциация ровно такая же, как и телефон, мобильный на сайте. То есть это возможно, ты можешь хоть миллион звонков принимать, но это мобильный телефон. Как-то конфетка хорошая, здесь есть телефон 8700. Нет, я еще раз говорю, что надо просто здесь вот эту штуку спрятать под кнопку реквизиты. Кто нужен посмотреть, ему уже будет пофиг ИП, а не ИП, он уже принял решение о покупке. А тем, кто читает о нас, не нужно ему знать, что это ИП. Все, точка. Вот о чем я хотел сказать. Мы в социальных сетях прекрасно, только… Только-только-только-только-только-только тут вопрос. Это же уводящая ссылка. То есть люди уходят на социальную сеть Инстаграм и так далее. Вопрос… Они же уходят к ним на их странице. Но не остаются на их странице, да. То есть тут надо как-то подумать… Ну, отсюда на соцсети, соцсети, к ним назад. Не консолово, закольцованы, конечно. Ну, вот у них социальный Инстаграм вообще бомбовский, ты видишь. Да. Он очень красиво, все, их реклама и так далее, и так далее. Даже, кстати, проще, мне казалось бы… Ладно, что скопировать? Скопировать, как бы говорю, не зная что, но посоветовать внимательнее относиться к своим преимуществам и не прятать их за какими-то обезличенными общими фразами. Потому что нет денег написать, написать нормальный скрипт или нет денег. Не то, что нет денег, а нет времени, нет желания, нет понимания. Конечно, нет денег, конечно. Денег, что у ребят есть на то, что написать. Потому что если было деньги купить, такой дорогой стоит, такие дорогие проекты. Все, хорошо. В общем, все, друзья, всем спасибо. Все, кто слушает нас в записи, точнее, видео у нас закончилось. Поэтому подписывайтесь на наш канал. Если у вас есть какие-то вопросы, напишите ниже этого видео. Если есть какие-то проекты, которые вы хотите, чтобы мы проанализировали, присылайте нам, мы их проанализируем. Ну и все. С вами был Кирилл Рыбасов. Людмила Шебалина. Удачи. Больших продаж, лояльных клиентов и успехов по жизни. Удачи. Счастливо. Счастливо. Счастливо.